Мужчины, в основном, они стратегические, они фокусированные, они населены, населены, поэтому они обычно пропускают очень много мелочей. И суд, предназначение женщины заключается в том, чтобы она заметила эти мелочи, и чтобы она помогала мужчинам в своей жизни упорядочить эти мелочи. Потому что, да, победа может быть стратегическая, но победа, она не будет так сладко, извините за выражение, если не самое лучшее по-русски, и победа будет не самая исполненная победа, если эти мелочи жизни не будет. Я говорю сейчас о положительной, о нужной мелочи жизни. Мужчины обычно они не замечают в мелочах, как наоборот, женщины очень сильны в мелочах. Конечно, опять же, важно, чтобы наши мелочи, они были положительные, созидающие, нужные и так далее. И вот, женщина создана для мужчин. Вот я показывала вам практические пути, как любая женщина, даже если вы не замужем, как вы можете осуществлять свое предназначение. Я специально не говорю о семейных отношениях здесь. У меня есть мечта, что мы тоже запустим новый сиркл передачи. И там мы сугубо, все наши иллюстрации, все наши примеры будут на семейной теме. Я специально делаю, потому что я хочу уважать многих сестрек, многих женщин, которые не замужем, и чтобы они тоже чувствовали себя важными вот здесь. Поэтому эта передача не только для семьи, для всех женщин вообще. Я хочу, чтобы вы знали, что я признаю эту категорию людей. Я знаю, что есть многие таких людей, и не вы сделали себе так. Вот. Если мы можем идти на базар и купить себе мясо, мы не пойдем на базар и купить себе мужа. То есть быть замужем, это намного сложнее. Поэтому я вас уважаю. Потому что есть некоторые люди, которые думают, что если женщина не замужем, значит это ее поражение. Я вам говорю, если вы не замужем, это не ваше поражение. У вас работа вот до горла, даже если вы не замужем. И не замужество, пусть никогда в вашей жизни не будет помеха. Павел написал в Библии, что не замужем печется о Господне. Это огромное привилегие. Быть стопроцентно фокусированным на Бога. Я не говорю, что вам нельзя выйти замуж. Это хорошо выйти замуж. Но если пока нет, вы фокусируете на Бога. Будет воля Божьей, вы видите. Короче, как Бог захочет. Но пусть это никогда не понизит вашу самооценку. И пусть это вообще не будет оговорка. Наоборот, вы можете ставить себе цель, что вы даже будете жить. И вы будете исполнять свое предназначение. Вы будете благословеннее для людей, чем многих замужних. Замужество. Для некоторых это просто может быть погон. Без сути. Пусть в вашей жизни всегда будет сути. И вы не бойтесь и не плачьте о том, о чем другие люди плачут. Замужество само по себе ничего не дает. Если женщина не будет продолжать работать над собой. Поэтому, будучи не замужем, вы продолжаете работать над собой. И ваша жизнь даже может быть более интересной, чем жизнь замужной женщины. Все зависит от того, как женщина работает над собой. И как она исполняет свою руку в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова